Почему твое могущественное чеченское правительство, которое имеет такие возможности, за пределами страны уничтожает неугодных им людей, почему они не уничтожат шаманов? Потому что Россия состоит также из тех русских людей, таких как Ганнушкина, как Каляпин, например, которых не то что ты должен быть им благодарен, которые делают сегодня для нас гораздо больше, чем делают многие наши соотечественники. Как ты относишься к своей популярности среди кавказцев и особенности чеченцев, если у тебя планов создать чеченскую диаспруги в Европе, так как молодежь слушает тебя и уважает. К популярности я отношусь нормально, пытаюсь приумножить эту популярность, пытаюсь сделать так, чтобы больше людей слышали то, о чем я говорю, и получали с этого какую-то полину. Есть ли у меня в планах создать чеченскую диаспору? Нет. Нет никаких планов по созданию никакой диаспоры. Я наоборот думаю, что пока я буду один работать и сам выбирать темы, сам решать, что говорить. Ну, в общем, сохраню вот эту независимость абсолютную. Я принесу больше пользы для нас, чем я войду в какую-нибудь группу, что лишит меня вот этой вот свободы. То есть это уже будет, в любом случае это будет чьи-то мнения, много будет таких проблем. В общем, пока нет. Это не значит, что в дальнейшем это не изменится. Может быть, изменится. Я буду делать то, в чем я буду видеть пользу. Пока я вижу пользу вот в этой деятельности. Томсон, скажи честно, где террор в Чечне? Люди живут хорошо. Буданова вспомни. Если ты такой мужик, что ты Буданова не убил или не донатишь тому, кто его убил? Отличные комментарии. Одну минуту. Я сейчас сначала отвечу тому, кто написал этот. Томсон, на каждый вопрос у тебя шаг и мат. Ты на многое открыл мне глаза с каждым эфиром. Да хранит тебя вселучным. Артур, баракаллаху, фига тебе за такие слова. Пусть Аллах приумножит твои старания, твои открытия. Приятно, что есть люди, которые получают пользу от меня. Итак, возвращаемся к этому человеку, который мне пишет. Томсон, скажи честно, где террор в Чечне? Где террор в Чечне? Поименно, пофамильно пройдемся. Террор в Чечне – это Дикаев Адамс, которого сняли штаны и заставили бежать на беговой дорожке, снимая на камеру под песню «Мой лучший друг – это президент Путин». Террор в Чечне – это хазир Ежиев, которого убили. Это преподаватель нефтяного университета. Это отец четырех детей. Его убили за пост в социальной сети. Террор в Чечне – это Айшат. Иная его, по-моему, была фамилия, которую за высказывание критики, даже не критики, но критика, которая, скорее, это ее возмущение, которое сопровождалось критикой. За это ее привезли вместе с ее мужем, унизили перед всей республикой, показали по телевидению, затем поставили перед всем ее селом и проклинали, снимая это все на камеру, показывая это по телевидению. Террор – это… как его фамилия? Кана. Забыл его фамилию. Житель этого же села, начеречного района, который был депортирован из Швеции, приехал домой, похитили. Прямо с дома, потом привезли труп и сказали, похороните. Тихо, без похорон, без ничего. Вот это террор. Террор – это 26 расстрелянных людей в январе 2017 года, которые были просто похищены и затем уничтожены, убиты. Это все террор. Террор – это тысячи людей, которые сегодня, часть из них живет здесь, в Европе, сбежав из Чечни, из России. А другая часть не может этого сделать, и по сегодняшней жизни живет там страхи. Это люди, которые запытаны, люди, которые уже настолько морально уничтожены. Вот эти люди – это террор. Родственники этих погибших ребят, которые вынуждены жить вот с этим совсем – вот это террор. Те наши ребята, которые сегодня сидят в тюрьмах – это террор. Вот это все террор в Чечне, о котором ты спрашиваешь. А что касается вспомнить Буданова, ну, вспомню я его, я помню Буданова, да? Да, Буданова убил некий человек, и сегодня судят одного чеченца, подозреваемого в том, что это сделал он. Я напоминаю, что мы не можем говорить, что это сделал он, пока этот человек сам не признает, что это был он. Поэтому, тот, кто это сделал, ну, к нему вообще нет никаких претензий. Но при чем здесь, Буданов, ты так говоришь, как будто бы это убийство Буданова можно сегодня причислить к кадыровскому режиму. Если бы это сделал кадыровский режим, у меня к тебе тогда встречный вопрос. Почему шаманов сегодня ходит спокойно, убийца чеченского народа? Почему он сегодня без проблем живет, да еще и в каком-то чине, там, в звании находится? Почему он до сих пор ходит? Почему твое могущественное чеченское правительство, которое имеет такие возможности, за пределами страны уничтожает неугодных им людей? Почему они не уничтожат шаманова? Туда задонатьте лучше, чтобы ваше кадыровское правительство начало в правильном направлении работать. И чем отличается этот шаманов от кадырова, скажи мне, кто из них больше чеченского народа уничтожил? Скоро тебя поймают, говорит, ничего тебе нет. В том, что ты не любишь русский, да, скажи честно. Суфанал, а ты хоть один раз покажи мне высказывание моего, когда я когда-либо назвал какой-то народ, именно народ, нацию и сказал, что я их не люблю. Это неправда. Я говорю о государстве, я говорю о России, я не говорю о русских. Я не говорю о нациях, я говорю о государстве. В том, что ты не прав, говорит, русское государство состоит из русских людей. Русские солдаты-убийцы, это русский народ в основе. Нет, это ты не прав. Россия не состоит только из русских людей. Даже если бы это было так, даже тогда бы мы не имели права так говорить. Потому что Россия состоит также из тех русских людей, таких как Ганнушкина, как Каляпин, например. Которых не то, что ты должен быть им благодарен. Которые делают сегодня для нас гораздо больше, чем делают многие наши соотечественники. Понимаешь? Поэтому такие вещи говорить нельзя. А Россия, если ты не в курсе, хотя я знаю, ты, наверное, в курсе. Она состоит из такого количества народов. Там и татары, там и украинцы, там и башкиры, и чуваши, и ханты, и манцы. Да кого только нет. Калмыки, казахи. Кого только нет, понимаешь? Грузины, армяне. Грузины, армяне.